Сначала у тебя будет простая задача, ты глядя на картиночку увидишь, что здесь все желтые, ну естественно мы начнем с желтого. Обычная строительная кисточка у тебя, ты помнишь, разбавитель, желтенький кадмий, красный, светлый и желтый кадмий тоже светлый. Весь восточек вот этим набить. Без всего? Без всего. Без полутону? Без полутону. Ну, если у тебя может иногда получиться чуть желтее, чуть краснее, ничего страшного, наоборот, даже к лучшему. Вот, например, к фонам, там можно еще и грил добавить и больше красного, получится вот такой оттенок. Он там собственно и нужен. Ты видишь, я краски немного держу, тут не надо слишком большие слоя, это как бы подкладочка, мы тонируем холстик для того, чтобы потом было проще работать. Теперь ты берешь тряпочку и начинаешь потихонечку вытирать светики. Ты видишь, там есть усветление. Сначала просто тряпочкой вытираешь, вот так становится светло. Потом туда берегов возьмем этой же тряпочкой и вот так подзатрем, легонечко. Если будешь сильно нажимать, краска просто снимется. Тебе нужно именно вот так поверхностно поштриховать ее. Можно попытаться сразу туда берегов, без выпирания тряпкой, тоже будет неплохо. Вот. Главное, ты ее сплесни, чтобы она не волталась, а именно была подконтрольной. Какие-то создашь такие кубики, кубики, вот. Прекрасно. Клади тряпочку куда-нибудь на бумажечку. У тебя же еще одна есть. Есть, и не одна. Возьмем, давай для примера, маленькую кисточку, чтобы ты с ней разыгралась. Что сделаешь? Сейчас работаешь небольшой, потом мы вернемся в большую, отчасти поубираем то, что ты сделаешь, и уже после широкой кисти вернемся снова в эту. То есть сейчас у тебя такая тренировочка будет. Сначала делаешь красненькие, даже красно-желтые, оранжевые цветенькие. Находишь из серединки. То есть весь пояс рисунка у тебя исходит из центра. Ты посмотрела, ага, вот они два в серединке сидят. У них есть краснота в центре. Угу. Вот у кого-то красненькое пятнышко, вот у кого-то. То есть сначала все красненькое перещёлкаешь. Потом возьмешь больше желтого и начнешь вот так туда втискивать мазочек от серединки в края. После красно-желтого придет бело-желтый. Вот так, в качестве светиков. Принцип понятен. Единственное, старайся краски держать вот именно такое количество. или больше, но не меньше. Вот. Зелёных пока ни в коем случае нет, чтобы не запутаться, не завязанных грязей, ты только набираешь поправимое. Вот это всё можно поправить. Угу. В конце концов, сейчас покажу, что вот эта кисточка придет. Она немножко посглаживает всё. И снова вернется вот эта первая. Уже более аккуратно, более деликатно. как бы итоговый результат прибивает. Уже цвет другой. Угу. Теперь ты аккуратненько, деликатненько, голубую-желтую берешь. Причем желтую, смотри, что можно сделать. Чтобы основную краску, которая тебя в палитре не пачкает, ты рядышком надавишь для получения зеленого. голубая, коричневый, желтый, получаешь вот такой зелененький. Иногда его можно снообразить ещё и красным. И очень всматриваясь, теперь отделяешь цветочки от листика. Вот так. Где-то пальчиком помогаешь себе. То есть краски зеленой не должно стать очень много, иначе она будет потом мешать. Где-то можешь поступить так. Например, если видела, что здесь красивый узел, как у тебя, но он немножко не такой, как на картинке, ну ничего. Пускай лучше у нас будет красиво, чем будем пытаться повторить то, что первоисточники один в один. Знаешь, я никогда не придерживаюсь. И опять, сначала серединки и потом по краям аккуратненько. По краям он может стать, например, справа, ты видишь, в целом лепесточки светлее, чем слева. Это значит, что свет больше оттуда попадает. Но это же видно и по цветкам. То есть у них потом белило появится не везде, а только по правым сторонам. Держи. Хорошо. Отдыхаем теперь о цветочках. Они у тебя очень нежные, так как надо, так как я хотел. Давай я тебе кисточку чуть большую дам. И ты, вот помнишь, как мы тряпочки натирали и создавали вот такой эффект мазочков большой кисти? Ты теперь возьмешь меньшую кисть и с таким же эффектом будешь продолжать как бы с настроением отделения цветков от фона. О чем речь? Вот, например, несколько мазочков таких же кубичных. И в этом месте уже букет отделился. Можно добавить немножко розовенького, буквально несколько грамм для того, чтобы цветовую систему поменять. Фон желтый, цветы желтые. Тяжело оторвать друг от друга. Чуть розовее, и ты видишь, они уже еще легче отделяются. Вот сейчас задача фон отставить от цветов туда дальше методом вот таких мазочков. Идешь на высветление все время. Капля розовенького дает холод легкий, что тоже помогает. Ну вот, нам не хватает теперь кого-то здесь подлиннее. Может быть, вот этих придется уменьшить, иначе так, знаешь, все заполнено. Вот так пальчиком подвинешь фон. Угу. Они станут меньше. Хорошо. И они так отдельно слишком три. Ну да. Вот. Теперь тенечку сиреневенькую для вазы. Где-то напряжение теневое здесь. Можешь немножечко в ней поковыряться сиреневым. То есть, один светочек возьми и везде его перещупай. Вот. Голубую с коричневым темнотой подставь еще в середине, чтобы не одинаковый был зеленый. У тебя здесь получилось светлее. Можешь еще светлее зеленый и темнее зеленый в серединку повтыкивать нужно. Так очень пока хорошо. Можно было вот этим разбилом розовенького чуть-чуть повыходить еще подальше. Ну так, не сильно, а чтобы он плавненько вышел. Тут вокруг хорошо, а фон как бы его немножко давит этот букет. Ты вот так подразбей буквально несколькими мазками, чтобы он рассеялся. Ну в основном маленькую кисточку сейчас берешь и работаешь с тенями, с напряжениями. Где-то уточняешь веточки и фон, да. Хорошо. Вазочки, видишь, вот эта полоса, это не из стекла. Там нужно... Ну я же ее расширила, потому что она была мизерная, Саша. Ну понятно. По сравнению с букетом она была, и мне кажется, еще мала. Ты имеешь в виду формат вазочки размера, да? Да, размер. Теперь нужно взять белило и ее сделать тоньше изнутри, вот так. Безобразно. Как бы этим ты покажешь толщину стекла. Ну да. А размер сейчас посмотри на что еще? Ну пока норма, нет, шире не надо. А длину? Высоту? Да, высоту. Нормально. Но ее пока не слишком понятно, потому что нет вот этих главных теней. Что мы делаем? Вот ты сейчас от нее пока отдыхаешь. Ты берешь кисточку, белило чистые, немножко желтизны, и продолжаешь с цветочками. Но уже как бы с аккуратностью, с деликатностью смотришь. Вот прикрепленное правило. Им теперь не достает вот такого освещения. Всем. Что ты там хочешь отгрызть? Морик полез в ящик. Морик. Ты ищешь фотографии свои? Всем, 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 раздавай. Единственное, что вот эти останутся без освещения. Они как бы хотят быть в тени, поэтому им наоборот позабирай его. Ладно? Так, что касается вазочки. Да. Вот здесь, конечно, тут провалов получился небольшой. Я же говорю, что надо ее сделать непрозрачное. Непрозрачное. Ну, потому что она хочет быть непрозрачной. Давай попробуем прозрачное, если не получится, тогда уже ее. Это я что-то сомневаюсь как-то. Ну, сейчас. Мазок выложился густой, но некрасивый, откровенно. Потому что как-то вот так его попыталось. А здесь нужно было гладить, гладить. Для этого теневую вот эту сиреневость мы как бы хотим теперь сделать менее фактурную, чтобы она не мешала белилам. Ну, мне кажется, пусть она будет. Пусть она будет. Белая. Ну, сейчас я попробую только. Потому что пусть будет белая. Совсем белая? Ну, белая с сиреневым отливом. Не бывает ей прозрачной. Ты ей приговор какой-то сделала? Ну, мне такая. Посмотри. А чего? Ну, подожди, сейчас пять минуточек. Что-то попробуем сделать. Если нет, так забелим ее. Ну, кажется, можно подбывать. Имеет смысл? Конечно. Всегда можно будет потом. Ну, это да. Тут она бы даже еще и лучше. В камере. В камере сегодня почему-то очень темно снимает. Нет, ничего. Ничего? Уже, да, как-то получше. То было совсем серо-темное. Мы отошли от этой кисточки, то есть вот эта промежутность. Да. Ну, тебе и так хорошо получилось. Я не ожидал даже. Ну, придется сначала все взбивать, а у тебя как-то так одно на одно ложилось и хорошо. Хочешь что-то, чтобы у меня точно получится? Ну, еще бы. Ну да, он мне уже нравится. Ну, кривовато. Ну, кривую кривизну всегда можно подправить. Поэтому я сейчас туда особо не смотрю на эту ровность для кривизну. Да. Главное внутренность. А внутренние эти стебли? Да, будут, но они позже. Сначала видишь, я как-бы берегусь от них, чтобы белилом они не мешали. Сейчас зеленая не мешалась. Вот, может быть, высоковато вот этот. А есть еще белил? Есть. Ну, я ее поняшу. Угу. 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 Холстик, конечно, не принимает движения пальцевые, не хочется Так что хлопок лучше, да? Ты знаешь, да, для нашей техники лучше все-таки, наверное, хлопок Он как-то постабильнее Или грунтовать его предварительно, да? Ну, либо так, но это излишнее Лучше, наверное, взять хлопок и проблем не иметь Хотя считается, что лёд лучше по разным причинам Но мы же пока на эти разные причины не претендуем ЗАГРИЧАЕТ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВСЕЙ Инстаграм Видишь, я выкладывала пейзаж Он Инстаграм, арт-галерея Кстати, вот, они продают вещи О, давай я сейчас на видео проговорю Что идея у нас сегодня такая появилась Что каждый желающий Из нашей аудитории Либо написав картину на уроке Либо свои какие-то работы Может переслать мне А я ее перенаправлю В нашу группу по Продаже На продажу Где она будет выставляться на аукцион И Будет иметь возможность Быть купленной Так что пишите в социальных сетях И присылайте свою работу Ну да, все же невозможно повесить То, что тут ваяю Ну, некоторым иногда бывает Денежка нужна банально Ну, это тоже Ну, всем нужно Я вот стараюсь свою работу продавать Те, которые мне Как бы не очень нравятся Люди смотрят Ой, красиво Ну, почему тогда не продать? Ты знаешь, у меня аналогично Что мне жалко Есть вещи, которые Жалко А мне каждую новую жалко Потом время пройдет Дополнит Да, ладно А вот я по себе заметил Что То, что тебе нравится Не всегда людям нравится Да Это да Потому что тебе вообще не нравится Нравится Да Что ты думаешь Что-то такое Или они не такие Да Вот я думали Или я не такая Да Самый, на мой взгляд Неудачная картина Они всегда Пользовались Любовью У меня Всегда Была картина Которая Честно говоря Нет Труда много Сделана хорошо Но душа Она мне Болеет Я доложила И подружка Дочери Захотела ее подарить Маме Ну, денег у нее Не много Поэтому я ее Ну, чисто Как за мастер-класс Человек хочет Маме Ну, да А так как она Мне И оставить ее В общем-то Не хотелось Я без сожаления Отдала за стоимость Мастер-класса И человеку приятно Сделано Человеку приятно Я лишнего Холосовую Какой сбалилась А человеку Понравилось В общем-то А написано Хорошо Было Ну, мы по-другому Смотрим Да Знаешь, вот у меня процентов Наверное, 80 От заказов Работ Я иногда пишу Картины под заказ Они пришли Как? Кому-то Либо отдал Недорого Либо подарил Вот А потом Вот Приходит Вообще Незнакомый мне человек В то место Где эта картина висит И Ой, а где ты взял? И вот так Сарафанное радио Начинает работать Это закономерность Это закономерность уже И у всех художников Где-то что-то Пожертвовал Так Слегка Ну, вот я говорю Я отдала чисто Две картины Вообще Дала за мастер-класс Потому что Они мне души не грели Ну, никак Ну, вот Жди, что у тебя Кто-то что-то купит За деньги хорошее Ну, у меня папа Любила такой коллекционер А потом Когда я выложила Этот пейзаж Вот мы с тобой Писали Да Этот же человек Ну, там Картина 61-80 Причем На тюрьму Может, такой Будет Ну, жалко Ну, жалко Да Ну, не очень Не как-то Вот Ассоциации у меня были Не очень Я ее дома Доописывала Это я Жану рисовала Дома дописывала Он забрал А потом Пейзаж Я уже выложила Под рукой Ценю Ой, мне нравится Ну, может, я опять отдам За это А мне уже Ну, я не планировала Я думала, что я дома Порешу Да Вот Чисто за мастер-класс Тоже жалко Да Вот две я дам Люди приучаются Да Кажется За мастер-класс Пока кривая Ну, уже хорошая Ну, веселая Нет, уже Может ее удлиненнее сделать Вот я говорю, что Ну, не как банку Но чуть Подлиннее Подлиннее Ей не хватает Она Вверх или вниз? Вниз 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 лучше нет Потому что тут Сразу место теряется Для отражения Если хочешь Можем вверх приподнять Как там В картине Ну, ее надо Все равно Добавить Ей высоты Потому что Она Куцевата Так как-то Вот Ну, уже Да Будет так Не банка Не ваза Не понять что Будем считать Будем считать что Там она Продлилась Ну, уже лучше стало Да Смотрите Потому что Ну, ей вот Несоразмерно Она была Как-то так Куцевата Очень маленького Роста Вот Она была Очень маленького Роста Я же ее уже Увеличивала Даже ее Совершенно Не ограничила Ну, ты видишь Это отражение Ему Места Ему надо Места Сейчас уже Она более Гармонично Смотрит Мне нравится В этой картине То, что Получится Такие Нежности Да 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 Мой фон Все-таки Высветленный Он с нежностью Пятнышки Здесь нежные Решим Точить Я теперь Что, точить Ну, такой Достаточно Нежный Солончик Видишь Я опустил Немножечко Цветочки Сейчас еще Один Поставим Еще ниже Вот тут Не хватает Ты знаешь Для профессионала Конечно Хлопок Хуже Для человека Который Пишет Много лет Для него Лен Актуален Но для нас Когда Холст Не должен Впитывать Много краски Когда Он должен быть Предсказуемым Лучше, конечно Хлопок Тут Спору нет Давай немножко Теней Наведем Чернялых Тебе всегда Страшно Понимаю Сам боюсь Честно говоря В этой работе Применить Но понимаю Что надо За хвостом Уже Синее Уже Где-то Синее Морик Уже успел А нет Это у него Осталось От Процедуры Зеленкой Помазали Надо будет Аккуратнее Желтый Где-нибудь На палитре обустроить, чтобы можно было его чистеньким взять, но потом посмотри, как тычком кисточки можно тоненьких стебелёчков оставить Смотри, я вперекор тому, кто есть, посмотри, он оказался как бы там Сверху пошёл Вот сейчас нужно найти таких местечек для объёма Широкая кисточка Ну да, да, видишь, ею можно и сплюснув её тряпочкой вот так, можно и тоненькие какие-то вещи делать Я вот это вот всегда боюсь, это всё помнило, так Наверное, видишь, такая Продванчиком помнишь Руки треслись, а шлёп-шлёп-шлёп Вот этой картине нужна густота краски, согласись Она иначе всё впитает И что ни сделай, всё пропадет образом Вот тут уголочек тоже сиреневый Ну берёшь Вообще всю периферию можешь чуть-чуть вот так нащупать Разбелом ультрамарина и розовенького С чем-то коричневым, грязным Сначала просто расставишь мазочки А потом ещё пустой кисточкой их разобьёшь Вот так вот И получится, что края затемнятся и как-то оно так организуется Внимание на середине Продолжай, мелочёвками, пакетиками Вот по моим следам Пока есть краска, а сейчас эти сиреневые Да, по моим следам можешь прогуляться Везде, где видишь, что-то я сделал Прямо след в след ступай, чтобы запоминать, как это решить Ну да Всего ничего, осталось взять кисточку маленькую Вот такое Как ни странно, здесь она сейчас сработает хорошо Но она опять же берёт много краски И можно каждый отдельно взятый листик ещё попроходиться всё-таки Даже не каждый отдельно взятый, а некоторые из них вот так отметить Ну, чтобы ещё больше сложности придать Стебелёчки можно сделать её Вот сюда вот стебелёчек я не исправлюсь Почему? Ну, он какой-то такой, корреленький такой Как эти цветы называются? Как они называются? Да 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 вид хризантемы Ты гажидывальчики Вообще хризантемы жёлтенькие такие Я так думаю Попробуй Тут ты видишь, я не светиком, а жёлтым Угу Просто чистым жёлтым Я, кстати, домарный купила Я заходила в этот красный карандаш Давай немножко ярко зелень ещё подставим Освещение Именно с Справа Ну, какой приятный Ну, какой приятный Их можно нарисовать А чтобы они смотрелись Надо вот эти моментики Как бы Позапоминать Ты потом видео можешь посмотреть И Станет много чего Или чего-нибудь Ну, ты сейчас продолжай с маленькой кисточкой С таким духом Отделять Добавлять детализации Каких-то интересностей В принципе, в целом, она набрана Не хватает деталёшечек немножко Отцвели Отцвели Фризанты Ну Здесь в самом рассвете Какое цвели Финиш на этом, да? Да Хорошо Ну, правда, мы не прогадались Выбором картинки Ну, она солнечная Даже я её В двух вариантах Спасибо Спасибо